20 минут о красивых людях, событиях, явлениях и поступках на 31 программа Beauty Time. Всем здравствуйте! Дружба – понятие многогранное. Это и взаимоуважение, и взаимопонимание, а также общие интересы и увлечения. Студия макияжа с говорящим названием «Френды» – явление само по себе уникальное. Редко в фэшн-индустрии встречаются такие названия. Каждый, с кем когда-либо я и моя команда соприкасалась, это не просто деловые отношения, это дружба в той или иной степени. И это очень важно, иметь такое окружение, которое будет готово тебя поддержать и разделить и хорошее, и грустное, и плохое, и очень веселое. Вот поэтому мне захотелось, чтобы люди появились в кадре. В этом творческом пространстве одними макияжами дело не ограничивается. Так, по случаю трехлетия «Френдов» возникла идея философского сюжета с размышлениями о человеческих взаимоотношениях. Поддержали замысел ребята из «Ковин Видео». Френды, их концепция основана на дружбе, и, собственно, наша концепция съемочного процесса тоже основана на дружбе, на семье. Потому что, когда вы преодолеете вместе съемку, вам уже не страшно ничего, то есть вы уже можете становиться родными людьми. Это как вот после праздника, вот праздник и съемка, две вещи, после чего вы роднитесь. Годы идут, вот друзей прибавляется, и мне захотелось поблагодарить и услышать их мнение, услышать их эмоции, мысли, увидеть чувства и наполниться ими, потому что это важно. А с Ниной не дружить невозможно. Это настолько позитивный человек, она настолько открытая, что ты сразу проникаешься вся и любишь ее. А дальше или ты общаешься больше чуть-чуть или меньше, но в любом случае ты приходишь всегда с позитивом и знаешь, что тебе там рады. Обычно такие события сопровождаются специально подготовленными фэшн-шоу. Но в этом году день рождения пройдет в формате фотовыставки с лучшими за три года работами френдов. Мне захотелось показать то, чем мы занимаемся все эти годы. Мне захотелось показать, чтобы люди увидели, что профессия визажиста – это не просто коммерческий макияж. Там на самом деле очень много интересного за кулисьем, и мне захотелось показать это. Кто-то, может быть, какие-то работы пропускали. Хотелось бы восстановить в памяти, освежить. Потому что каждая работа, творческая или в любом случае некоммерческая, она всегда в себя вкладывает какую-то идею. То есть как художники рисуют картины, они же какой-то посыл несут, они рассказывают, показывают свое видение мира. Также визажисты, также парикмахеры через свои работы показывают свое отношение к миру, его видение. Вот мне захотелось, чтобы наше видение увидели люди, поняли, что это очень глубоко на самом деле, не на поверхности. Результат творческой коллаборации можно будет увидеть совсем скоро. А само открытие выставки состоится 8 октября на дне рождения Френдов. Это Бьюти Тайм. Далее в выпуске «Мода как бизнес». Историю людей, которые решили посвятить себя фэйшн индустрии и смогли добиться больших успехов. Это модная история почти ровесница века. Началась она в то время, когда одежду уже перестали массово продавать на улицах. Да, мы научились отличать фирменное от просто импортного, а в нашем городе стали открываться первые бутики и салоны одежды. Все эти годы Светлана Кузнецова оставалась верна своему делу. Год от года развивала модный бизнес, увеличивая количество представленных брендов и точек продаж, не стремясь при этом к личной популярности и продвижению персонального бренда. Стиль ее руководства до гениальности прост. Интуиция, помноженная на анализ, постоянное обновление профессиональных знаний и порядок во всем. Мода в наше детство, мы могли это узнать только из журналов. В магазинах мы этого точно не видели. Если в универмаге появились пальто, то вся школа в этих пальто и были вынуждены ходить. И в моем детстве картинка шьющей постоянно мамы, начиная от портьер, скатерти, весь домашний текстиль, и до выходных нарядов осталась в памяти, как да, это возможно, все дома. За прям машинку я, может, класса с третьего уже могла какие-то швы шить. Начиная с пятого, это составлялся гардероб в пионерский лагерь. Пришивались лампасы, варилась ткань, пошли джинсы варенка, это все варилось в кастрюле. И там что-то с мамой постоянно придумывали. Мама инженер по образованию, технолог. А это именно как домашнее хобби, она просто это привила мне как дочери. И в дальнейшем это пригодилось. Изначально 7 лет я отношения к моде не имела. Это была большая централизованная бухгалтерия, крупного универмага. Возможно, я бы и проработала в качестве экономиста многие-многие годы, если бы мое предприятие в то время, где я работала, не стало развиваться в сторону строительства новых модных магазинов. И туда потребовались новые люди. И как сейчас помню отдел кадров, кто занимался подбором новых сотрудников для нового магазина, ключевая фраза у неё была «Я смотрю, ты шьёшь, вяжешь, будешь заниматься женской одеждой в новом магазине». В 24 года я впервые выехала на крупные заказы. И когда я увидела, что может быть много модной одежды и сразу, и не надо это придумывать, то тут немножко подкосило мое представление, что неужели можно быстро прийти и купить? И ты уже завтра в новом образе, в новом луке, тебе не надо додумывать. И я точно скажу, даже сейчас абсолютно крупные женские коллективы формируют моду внутри предприятия. А как его там воспримут? Именно в повседневной жизни качество одежды проявляется намного быстрее. Если мне клиент говорит, я ваши брюки ношу 3 года, у меня офисная работа, то есть она сидит, ткань должна быть очень прочная, то есть швы, качество, что всё должно этому соответствовать. Первые салоны 14 лет назад, когда возраст моих клиентов был старше, и когда они говорили, «Деточка, скажи своему директору, что я покрупнее того, что вот он привёз». На выставке, находясь на заказах, ты не видишь одежду больших размеров, она отшита в маленьком размере. И работа шла непосредственно с производителем на выставке, когда мы говорили, что вот этот ваш крайний размер, он у нас даже не средний, он у нас маленький, давайте-ка вот прибавляйте. И там же на выставке переориентация была на бренды, которые просто сразу отшивают размеры, начиная с 50-го российского. Прибавлялось по размеру, начиная от 5 размеров, сейчас у нас 11, на осень подходят ещё 2 размера и будет 13 размеров, до российского 64-го. Выход в большие размеры, он только был от клиентов. Каждый выбранный мной бренд, у нас их более 30 брендов, и каждый бренд со своей историей, со своей философией. К любому производству, к любому бизнесу очень-очень расчётливо относятся, не на авось. Никогда в ущерб качеству вещь не будет произведена. А, допустим, брючная фирма, которая у меня присутствует, они рекорд в мире произвели 1,3 млн брюк в сезон. Поэтому и цена, и себестоимость падает, и она абсолютно устраивает наших клиентов. В данный момент у нас представлено 100 моделей брюк, 100. В каком где-то бутике, то есть мы ходим, 3 модели, 2 модели, 6 моделей, 22 модели. Мы же собираем команду, конечно, единомышленников. То есть без обратной связи, без разговора с клиентом невозможно поехать на выставку. И полностью всё под запись девочки всё это в салонах пишут, чтобы на следующей выставке убрать те модели, которые где-то тянут, где-то там при эксплуатации вещь как-то себя неправильно показывает, то есть неудобно, рука тянет, руку не поднять. Бывает при примерке это не видно, а в носке что-то. И всё это полностью на выставке учитывается. Если это заказы, то ты тоже едешь с матрицей заказов, это цифры, и включаешь интуицию на именно… Здесь не интуиция, здесь больше вдохновения. Всё. Я считаю, интуиция должна быть оцифрована. Оцифрована. Эмоция, вдохновение, интуиция, но положенная на цифру. Тогда это будет называться бизнесом, а не украшением. В ведении предприятия нет ни одного бизнес-процесса, который не важен. Персонал, его обучение обязательно. Заказ новых коллекций, то, что они новые, то, что они из новых тканей, обязательно. Салоны в центре города с наличием парковки обязательно. Всё в порядке с оплатой, со счетами в банке, все обязательно. Бизнес настолько должен быть структурирован, я не могу сказать сейчас, что не важно. Персонал, по моему мнению, это моё всё, это основа предприятия. У нас обучение по сервису проходит два раза в неделю. Мы приглашаем со стороны стилистов, чтобы не вариться в собственном соку. То есть они проводят обучение с персоналом, и аттестацию проводит уже сам стилист. Это внутренняя какая-то работа на предприятии. Но когда они же сами говорят, вы знаете, вот эта фраза помогла подсказать клиенту, помогла ему купить, помогла ему решить задачу, и у них в глазах это написано, что мы не продаём и помогаем купить. Вот это лозунг, это миссия. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска, на Кирово, 159. В программе «Бьюти Тайм» исполняется 15 лет. По такому случаю мы подготовили серию сюжетов, снятых за полтора десятка лет существования нашего проекта. Итак, «Красивые люди в красивом городе. История в лицах». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...